компьютер сейчас мы проверим звук он работает или не работает вообще что происходит, блин сейчас мы проверим звук ага, ладно я продолжу смотреть фотографии на фото конкурсе 35 эверт вот у меня первый уровень голосования так, так ваш рейтинг на голосование 1 и что низкое качество голосования лимит не увеличивается голосуйте внимательнее пиздец какой внимательный чем больше голосов мы получаем тем точнее будут результаты голосования да как это работает, елки-палки это не так работает в общем я не знаю но этот сайт он внуждает тебя много голосовать то есть ты должен голосовать постоянно как я понял нажимать и нравиться а иначе ты вот невнимательно голосуешь а что мне делать если тут всякое говно заливают и на выбор просто ничего не с чем сравнивать вот должно быть здесь очень много фотографий на этом конкурсе но я не очень понимаю почему они такие все уродские но вот в категории черно-белые ну не может же быть здесь в этой категории сраная муха ну как она попала в эту категорию ну что это такое ну елки-палки либо обе нравятся либо обе не нравятся ну и как тут голосовать причем тебе тыкают эти дурацкие фотографии десять раз подряд вот тут я что должен на верблюдов смотреть ладно вот здесь цветочек нормальный но вот эти верблюды это же отвратительно кстати бывает верблюжий коронавирус гораздо более смертельный чем тот что сейчас ну а это что монетка какая-то сфотографированная вот эта вот хрень ну как она сюда попала ну елки-палки и надо выбирать между мухой и вот этой чушью да что это такое блин ладно выберем обе нравится потому что в сравнении с мухой я даже не знаю хер с ним давай обе нравится здесь цепи а здесь кстати говоря цветная фотография была надо написать ошибка у этого кота глаза цветные непонятно зачем так сделано но глаза цветные у кота окей ладно короче улыбающийся дяденька на фоне непонятно чего и уезжающий велосипедист все обе нравится о велосипедист приехал на море окей ладно нормально пойдет опять это муха ебучая да что ж это такое голубь блять то муха тугой вот в общем не знаю ну это как-то нехорошо удивительно то что вот например фотографии анселя адамса они же очень старые это же 1930 год но самом деле и до сих пор это не превзойдено ну что это такое собака и дом не буду я это выбирать не буду и все потому что это фигня какая-то а нет это не просто собака это другая блять собака это что это за хуйня творится собака смотрит на молодожен в чем блять смысл этой фотографии я не понимаю окей черная женщина и вороны обе нравятся все черная женщина это значит лайк этот сайт он смотрите он проверяет не расист ли я вот блин так тут закос под старые всякие фотографии а тут собака и свадьба ну как это вот можно сравнивать я не понимаю опять велосипедист абсолютно дурацкий и абсолютно дурацкая опять фотография ладно обе нравятся потому что ну на фоне всякой чуши это прям гениальные фотографии опять черный ребенок черт побери так тут непонятно черный ли это но выглядит как черный но все таки такой я фотограф не буду лайкать мало ли вдруг он не очень черный собака преследует меня так ладно но это невозможно и это просто невозможно ладно что у нас за фотопроект это что такое что то я что то я не вообще понять не могу а это чего это это вот это все это 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 вообще это про что это написано фотопроект ну и где проект проект чего ладно вот это фото проект вроде как проект а это это все что за фигня ну например мчс россия и и и и вот дяденька сидит на корточках так что то творится за на этих фотографиях ладно тут явно какой то фото проект который я не понимаю лайкнем все не могу я больше на фото проект ну-ка давайте посмотрим стрит фотография так давайте лучше стрит фотографию серии потому что ну я не могу выбирать между говном и говном обе не очень что тут со стрит в чем стрит вот вот здесь стрит он где господин 35 эворд да как же ты как же ты паришь мозги ну в самом деле это аж просто кошмар какой то на мой взгляд блин я не очень понимаю как этот сайт работает сделай мне нормальный вид что например загрузил я ну например вот эта фотография открывайся давай открывайся блять она не открывается ну ладно посмотрим в маленьком виде ну мне она лично нравится самому например вот эта фотография минимализм это вот пар галицкого отлично выглядит небо и текстура ну портрет я загрузил чисто чтобы было например вот эта фотография тоже такая текстура как бы и ну вроде бы вроде бы просто на самом деле красиво вот эти вот пятна и вот это вот геометрию уход можно было конечно по нам было как освещено еще красивее всякое такое например небоскребы вот тут ну такие дохленькие тучки но тем не менее это очень высокий небоскреб он уходит в небо причем он настолько огромный что он даже немножечко завален как бы влево настолько он большой там я даже не знаю ну например портреты мои портреты великолепные портреты вот этот как его Павел Перец к примеру но я даже не могу сказать вот они у меня хорошие фотографии или не очень ну на мой взгляд очень даже неплохие да может быть это реально не фэшн не гламур но на самом деле это гораздо ближе к фэшн вот по крайней мере вот эта серия вот это конечно чушь вот но но куда тут нажать то чтобы голосовать блин куда кнопка голосования делась вот но как бы как бы вот фотографии которые вот которые представлено на голосование но это же вообще просто туши свет да обе мне не нравится хватит мне одно и то же показывать две фотографии две полная чушь вот это вот девочка и вот это вот девушка но мне обе не нравится это дурацкие фотографии просто откровенно может быть лет сто назад это были бы гениальные фотографии но сейчас это две дурацкие фотографии вот это это вообще кошмар какой то что это такое это человек переиграл в андромеду что ли елки-маталки здесь куча фильтров и здесь какая то тоже куча фильтров причем ну ну не ладно вот на фоне того что мы смотрели это нормально но это вообще кошмар какой то конечно это вообще туши свет это вообще что за ужас то просто кошмар какой то посмотрите на 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 это ну как так то а как это может быть женским портретом я не понимаю то есть я например смотрю на это и сравниваю со своим женским портретом ну и то что я делаю это просто какая то гениальная фотография без иронии и даже без чсв где нормальная фотография на самом деле блин но ведь люди постоянно фотографируют женщин так так фотографию целая куча очень много и даже хороших они где почему мне на сравнение выдают одну и ту же чушь это отвратительным вот это отвратительно и это отвратительно я не понимаю где разные фотографии почему я вообще не могу увидеть список фотографий просто пролайкать те что мне нравится все и это ну как бы я даже не знаю почему здесь вот какое то такое сравнение ну как ну я не могу ничего из этого лайкнуть потому что это все какая то полная ерунда я даже не знаю где новые фотографии болен я не понимаю в этой категории фотографии закончились что происходит то есть ну натурально это все одно и то же может если какой нибудь из этого говна лайкну то тогда не знаю меня перебросит на следующий уровень у меня мне вот начинает казаться что именно так это и работает да я бы с радостью но мне совесть не позволяет ну короче я не знаю тут новых фотографий просто не появляется может еще раз надо нажать тогда что-то изменится ну нет это одно и то же блин я даже не знаю вот ну я даже не знаю здесь детская фотография что у нас аэрофотосъемка о концептуальная фотография ну-ка давайте посмотрим на концептуальность ну вот это еще более менее а вот это это что за ужас ошибка на фото это ну это не концептуальная фотография не концептуальная листочек это не концептуальная фотография извините меня но вот так вот ладно шляпка окей ну вот это что за кусок говна то справа так ну ладно здесь за труды можно окей вот это тоже более менее ну ладно эти обе фотографии обе фотографии окей окей опять шляпка и цветочек опять какой-то чувак черный еще один черный чувак нет все придется стать чуть-чуть расистом мальчик и кукла думают о том чтобы выкинуться из окна или смотрит а там коронавирус что вот это за чушь так ладно обе надо лайкнуть вот это уже более менее хорошие фотографии ну местами попадают чё за хуй ну это капец ну ребята ладно что то в этом наверное есть обе лайкнем и это чушь опять черный парень и апельсина но придется обе лайкнуть там черный парень основа цветочек я его уже видел но вот это то что за хренатень мишка светящийся ну вы блин серьезно ладно окей ладно обе нравится так 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 что вообще какая-то хренатень абсолютно непонятно и такую чушь я не могу лайкать такую чушь ладно тут говно и здесь говно обе нравится все ну что это такое но ее пошумать а а это зеркало блин человек который снимал вот если ты это видишь чтобы с тобой не так ты ебанутый что ли блять или что ну вот что блять с тобой не так вот какой-то некий дяденька в костюме в каких-то блять зарослях российского леса российские заросли вот эти вот с травой они не красивые они не красиво они жидкие как говно и и что делает дяденька в костюме он блять смотрит на свое отражение и еще тут есть водка посреди лица блять делит его на две части видно два глаза блять еще вот здесь какая-то непонятно что это такое я вообще блять даже не знаю боюсь даже подумать похоже на простый что это за хуйня блять может это должно типа казаться что это призрак блять поднимает зеркало или что ну что это за хуйня блять но человек который снял это ну что блять с тобой не так ебучий случай но это но это блять но это вообще пиздец лучше бы ты вот чувака посадила и перед ним поставил зеркало зеркало бы отражало траву и казалось бы что ты смотришь сквозь человека блять ну иду я блять в ахуй просто серьезно просто с ума сойти на самом деле и это что за хуйня блять ошибка на фото блять шит за говно ну я блять даже не знаю ну ну а как это еще по другому назвать ну блять пиздец какой-то я вообще в какой номинации а концептуальная фотография тут какие-то жуткие блять жуки нахуй на лампочке фу не понимаю концепции жуки а это отвратительно ну блять но человек с водкой ёпту его мать ну что блять взрослые люди вот занимаются такой хуйней ну как так то ёлки-палки а ну здесь типичная вот вот очень много такого российского мазка по фотографии вот это вот россиянство такая картинка которая выглядит черный грязный как говно вот и вот в россии такую любят ну блять просто пиздос какой-то вот такую хуйню тоже по-любому чувак из россии дел а мне какой тонкости линий так ну и вот получается вот мы пролайкали да дальше уже идут фотографии все ну я даже не на все то ли подряд то ли ну какой то осталось одно говно все как тут лайкать непонятно человека с водкой блять это это ниже моего достоинства а кто-то лайкнет не понимаю я как этот конкурс устроен непонятно непонятно так я уже пейзаж в ночь даже боюсь нажимать ладно вот тут обе более менее ладно снова обе более-менее ночного пейзажа ни одного не заснял вообще не понимаю как люди делают такое небо так ну московский пейзаж ну неплохо окей ладно билайк насколько можно опять москва-сити и вот этот полный отстой причем там явно было калаш из двух фотографий но сделан он как-то крайне отвратительно то есть человек снял водопад днем а потом всю эту сцену ночью и водопад высветлил так что вот она опять эта фотография ну я надеюсь что это калаш нет походу делает не калаш из двух фотографий походу дело тут реально свет просто светит на этот водопад и поэтому так все стрёмно выглядит ну или лет фотошоп уровень рука из жопы или я даже не пойму чуть такое потому что сверху то небо видно видно ну короче непонятно ну куча молний но не нравится подожди блядский цветочек сука это ж пейзаж ночи что там делает такой уродливый цветочек давайте нажмем все ищем ага ошибка на фото это не ночной пейзаж где тут у нас другая номинация вот неправильно номинация получи гадский цветочек тут из человека выпускается луч света все больше не хочу этот ничего лайкать ну короче как то так я даже не знаю номинации вроде бы нормальные фотографии такие что просто туши свет ну 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 это вообще кошмар какой то ладно давайте посмотрим что я фотографирую вот я хожу по парку галицкого и делаю просто фотографии вот недавно я присобачил к своему объективу фильтры компании ли вот правда присобачил их не до конца не так как это должно быть но да ладно кстати наверно до своего собственный портрет по в это самое отправить сравнению вот например великолепная текстура это вот на парке там такая металлическая окружность а там снизу рыбки короче вот как бы было чтобы еще красивее например чтобы передний край был в резкости вот вместе со всем полем вот этой фотографии было бы вообще супер круто но в чем проблема если закрыть диафрагму слишком сильно ну во первых все равно передний край не будет в резкости как ты диафрагму не закрывай но это так не работает во первых во вторых диафрагма тут прикрыта уже до 8 после 8 начнется дифракция и картинка серьезно потеряет в резкости начнет терять прям очень серьезно вот можно было бы решить эту проблему если бы если бы это был средний формат настоящий средний формат я бы сделал свинка задней стенки даже не знаю куда-то бы ее короче отклонил и я отклонил бы объектив но поскольку это жесткая сцепка объектив и камера то так ну просто ну вот если бы на камеру объектив крепился через макромех например тогда ну зависимость от макромеха можно было бы объектив все гораздо двигать относительно относительно камеры и там ну как угодно и гнуть вот может быть это бы сработало но у меня среднеформатный фотоаппарат и даже несмотря на это размер кадра 44 на 33 это не 10 на 20 сантиметров и я думаю что даже все равно бы ничего хорошего не получилось потому что отклонять заднюю стенку у такого маленького размера можно короче совсем чуть-чуть да и скорее всего ничего хорошего из этого не выйдет короче не хватает в современной цифровой техники размера матрицы чтобы компенсировать вот но чтоб короче можно было бы и передний край сделать резким и и все поле резким вот но к сожалению ну кадр как бы вроде нормально ну например мне не хватает вот чтобы он был более резкий вот так это выглядит со стороны вот так это в цвете то есть вот эта вся штука тут какая-то окружность здесь можно сидеть то есть прям выглядит отлично вот это вот противопоставление вот этого металла и природы ну отлично выглядит здесь у нас теплый фильтр плюс градиентные фильтры сверху градиентный фильтр затемняет небо и мы его видим ну не ну то есть не видно где этот градиентный фильтр это градиентный фильтр не в пост обработке рава а непосредственно объектив градиентный фильтр надевается вот если его аккуратненько использовать то даже не видно где он тут есть он есть благодаря нему небо прорисовывается и мы увидим вот вот черно-белый пейзаж с теплым фильтром теплый фильтр вот благодаря нему картинка теряет чудовищной контрастность которую выдает система дистагона и все становится более-менее ну хоть какие-то детализации появляется в дерево и всякого такого вот здесь также градиентный фильтр сверху видно небо ну правда погода испортилась и вот ну вот я вот хожу фотографирую всякую фигню это не значит что тут каждая фотография гениальная или типа того нет просто фотографии например дерево я вот старался его сфотографировать она не получилось например здесь видно градиентный фильтр потому что сверху макушка гораздо темнее чем все остальное вот это потому что фильтр затемнил но и что-то пошло явно не так в том что я делаю тут я чуть-чуть геометрии решил сделать чуть-чуть деревьев чуть-чуть парка вот сфотографировал свои шорты с теплым фильтром и также есть мнение что можно воссоздать в фотошопе любое действие фильтров но это не так вот по крайней мере теплый фильтр 81d там конечно есть фотошопе прям он так и называется его можно применить но он не приведет именно к тем изменениям картинки которые делает настоящий теплый фильтр смягчая свет и меняю в общем картинку в целиком я в общем не знаю но разница между цифровым теплым фильтром и настоящим она мы просто я даже не знаю она есть она очень большая так тут уже немножечко цвет коррекция но это также все с теплым фильтром сфотографировано здесь погода гораздо лучше и парк выглядит как-то менее напряженным и за но здесь совсем нету сверху никаких туч и это мне кстати тоже не очень нравится потому что небо например в черно-белой фотографии выглядит абсолютно плоским я такое не люблю так ну-ка давайте посмотрим например как картинка выглядит без черного бебе без теплого фильтра так сейчас модели ставим добистаем и вот например то как картинка выглядит уже без применения теплых фильтров и без применения градиентных фильтров то есть только за счет объектива ну например первое что мы видим то есть чудовищная контрастность в тенях в общем не забанит вот потом вот например вот этот зеленый он из-за этой чудовищной контрастности превращается в какой-то такой немножечко серый и выглядит это все не очень и мало того что из-за слишком резкого перехода в черный то кажется что и трава становится какой-то немножечко переженной я все долго не мог понять почему трава окажется переженной на сверх дорогом среднем формате потом все таки стало понятно это все вот как раз из-за из-за особенности объектива вот то есть и видим что картинка она ну мягко сказать она не такая мягкая и не такая но она может быть она конечно более правильно в плане контраста там не знаю детализации или типа того но блин может она и в более правильно даже в плане цвета то есть цвета гораздо более натуральной и белый остается белым но но картинка очень жесткая правда и жесткие цвета кстати это в 12 часов дня было сфотографировано вот например вот это уже через адаптер 135 миллиметров объектив от никона вот правда объектив от никона у меня нету нормального адаптера поэтому получается получается практически макросъемка в общем получается здесь например без фильтров без чего бы то ни было а может быть и с фильтром кстати говоря ну кора выглядит крайне мягко вот кружечка прикольно выглядит беленькая кружечка посмотрите как вот объектив да это с фильтром это 135 миллиметров никоновский объектив с теплым фильтром вот посмотреть какие мягко мягкая передача полутонов прям очень красиво выглядит вот и например портрет вот настолько близкий портрет чтобы лицо было прям практически на весь кадр но к сожалению невозможен без макро меха ну или там какой-нибудь замута для увеличения ли типа того то есть мы не видим чтобы проваливалась черная хоть что-то и это мне нравится вот так-так-так-так-так-так-так всякая кора вот какая-то непонятная то ли слива то ли непонятно что это такое мои цветные черно-белые фотографии так ну и давайте снова посмотрим на то как это выглядит с фильтрами так где она тут она как она тут выглядит фильтрами то блин я с фильтрами на фотографировал целую кучу всего вот это кстати говоря ранее ранее утро но не такое ранее как можно было бы можно было бы пораньше прийти но тем не менее свет тоже достаточно жесткий но и да конечно немножечко я вытянул и тени но все равно даже видно что тени вот они приобрели все таки такой красивый теплый оттенок это практически те же самые места вот например здесь солнце светит ну прям в объектив а тут я по жесткому не выкручивал тона но тем не менее мы все равно не видим чтобы вот это вот задняя часть листвы прям провалилась в черный черный пример здесь мы видим здесь вот все отлично то есть в общем короче с нормальным теплым фильтром картинка получается гораздо более теплая и и это вот прям очень отлично работает по контрасту мне это очень нравится особенно для черно-белые съемки переводить потом это все в чб вот черно-белая картинка особенно если его распечатать она прям вообще отлично выглядит на мониторе тут половина полутонов даже не видно они есть вот короче теплый фильтр 81 ты мне очень нравится так а может может быть может быть так ну ладно ну вот как то так как то так клубы фотографии тут оставить даже не знаю например вот эта фотография она на мой взгляд относительно полутонов отличная вот в общем не знаю 35 а варс какой-то очень странный конкурс я конечно в нем участвую но что-то он какой-то крайне странный то есть ну прям я даже не знаю что-то по моему пошло не так в этом конкурсе что-то там явно происходит не так и кстати говоря вот я тут недавно посмотрел видео с фото веб-экспо о конкурсе в котором игорь сахаров выбирает победителей среди фотографов которые делали предметную съемку что меня удивило то снизу очень много негодования по поводу того кто стал победителем то есть народ во первых негодует что кто-то применял фотошоп хотя ну ну применял и применял и чё теперь вот это что победила фотография с яичком вот фотография с яичком но фотография с яичком во первых это избитый сюжет который известен и даже мы лайка в на конкурсе 35 о в эвардс вот подобную штуку уже лайкали но не и конкретно это самое яичко а непосредственно вот идею что можно создать ощущение воздушности объектов которые но не являются в общем-то воздушными ну например как яичко вместо яичка здесь могло быть что угодно даже кирпич привязанный говоря на мой взгляд это было бы еще даже более странным вот или там не знаю банка с кофем к примеру ну а почему нет вот то есть это не новый сюжет я не знаю кто самый первый из авторов его сделай ну скорее всего давно лет 30 назад если даже не больше как и многие сюжета вот но тем не менее все почему-то стали негодовать хотя фотография отличная то есть тут отлично объем отличная кружка отличная ну и и это все одновременно мягко и ну короче здорово белая ниточка видна яичко отлично отрисовано вот может сзади рефлекс чуть на яичке не хватает но это уже придирки оно и так все отлично выглядит непонятно в фотошопом это или без фотошопа но какая разница то можно сделать как и с фотошопом и без то есть вот на то есть непонятно блин почему на конкурсе 35 эвортс а мало именно вот таких фотографий потому что это крутая фотография ну и что что это не какая-то супер дупер задумка ну и ладно как бы а делать натюрмер до это разве супер дупер задумка и вот и в общем эта фотография победила у него был главный соперник это макароны но макароны слишком плоские макароны это хорошая текстура но блин макароны не доработана макароны могли бы победить но человек слишком перенапрягся то ли с обработкой то ли непонятно с чем ты и вообще каждая макаронина выглядит вот реально как будто она за фотошопленная то есть как будто это футаж из какой-то программы вот а дальше вот это яичко она на мой взгляд борется с фотографиями которые ну например вот эта фотография хорошая но безусловно хорошая вот но является ли это фотография победителем может быть в японии бы эту фотографию выбрали в качестве победителя но например фрукты можно освещать гораздо было бы получше вот тогда бы эта фотография точно победила то есть мы просто фотография с яичком она то есть ты на нее смотришь это как выбирать фотографию собственной серии то есть ты листаешь и фотографии если она хорошая сразу понятно что она хорошая не надо пролистывать дальше все ты увидел все это хорошая фотография то ее сразу же рендеришь и в папку складываешь и потому что она хорошая все остальные уже будут не такие они могут быть другими неважно какими но либо фотография хорошая сразу понятно либо нет вот все остальные фотографии они ну а не нормальные но это вот это например тоже не победитель это что то ну вот здесь хорошо по нисходящий но ну какая-то чушь короче и фотография с яичком она победила по моему абсолютно да фотограф кстати я тут уже комментарии по почитал который сделал фото с яичком он является мастером и также занимается предметной съемкой и всякое всякое такое но в конкурсе победил лучший а лучше это фото с яичком ну вот и все хоть отрежь хоть выкинь вот как-то так например кстати говоря у меня же тоже есть фотографии с я что-то фотографировал для того чтобы распечатать фотографию сделал пару фотографий овощей потому что мне было интересно как они будут выглядеть на фотографии так как например у на вот на вот этой фотографии тут практически пастеризация видна но вообще она не практически видана на самом деле видна однако распечатанная вот это фото выглядит совсем по-другому во первых вот это вот полотенце она выглядит просто отвратительно просто просто отвратительно вот а сам вот этот отрезанный перец он просто шикарен и вот посмотрите какой объем то есть тут можно внутрь перца увидеть видеть цветную тень что так многое но что очень сложно добиться на цифровой технике как так как цифровая техника не хочет видеть цветные тени вообще цветные слабо освещенные объекта но здесь тень и освещение но за счет отражения то есть вот белые семечки они отражают более красные оттенки вот этого самого болгарского перца и за счет этого кажется что они тоже красные но короче выглядит это распечатано очень сочное и красиво то есть с объемом и всяким таким так что у нас тут еще сфотографировано или например вот это вот великолепная фотография тут они правда уже немножечко пожухли вот эти вот розочки вот но тем не менее и объем вот здесь можно было бы чтобы объема было чуть чуть побольше например поставить какой-нибудь отражатель чтобы он отражал вот рефлекс он вот здесь но его практически не видно рефлекс вот света не не то что называют идиоты рефлексом как переотраженный света а настоящий рефлекс вот чему это черт побери короче к тому что фотография красиво кстати говоря может быть эту фотографию и вправду залить на конкурс так-то выглядит вот это уже фигня потому что тут 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 слишком много три объекта при сзади а вот эта фотография сама по себе она отличная так или например вот эта фотография она красиво цветом все фигня но полутона здесь хорошие надо будет кстати каких-нибудь фотографии еще залить кстати я уже не помню к чему я мысль-то свою вел а точно и фотография и вот фотография вот это вот фотографии ну например болгарский перец он но он слишком сильно отрезан и не видно объему внутри этого болгарского перца блин я опять залистал то есть ну по крайней мере я бы делал ну например как то так то есть отрезал бы маленький кончик чтобы видно были вот все вот эти семечки которые рисуют объем внутри объекта то есть объект он снаружи круглый но поскольку он снаружи отрезан ты окружность не видишь как его можно увидеть запихать круг внутри круга ну собственно вот как здесь и выглядит и еще семечки вообще и вовсе выдадут весь объем наружного объекта в который вставлен вот вот прямо замечательно выглядит но здесь же у нас ничего этого нет нет зачем автор так сделал непонятно если мы отрезали помидором понятно внутри помидора ничего нет какие ладос помидором это работает зачем так сильно было болгарский перец резать непонятно но и все остальное например вот это вот короче эта фотография она как салфетка с японского какого-то рисунка может если бы я был японцем я бы просто сказал там блять пытался сейчас только что произвести японский язык но понял что я нихрена не знаю там курасов или что-нибудь типа того бы выдал там вот этого или как там эти японцы делают там харакири сан вот но блин но эти конкурсы про предметную съемку а это не предметная съемка это вот даже не знаю это на концепт это наверно больше концептуальная фотография и поэтому яичко она и победила вот яичко она реально круто вот это вот это предметная съемка тут предмет виден собраны фотографии которые вот где вас поставлялись яичку ну не о чем то есть ну вот так вот башмак на квадях плохо освещен фотокамеры которые здесь есть плохо освещены там все остальное но тоже к этим понятная фигня вот этот бокал вообще непонятно что такое как он вообще сюда попал подождите что тут вообще на это красочная фотография по происходит а это бокал и и чё тут вообще творится на этой фотографии вообще непонятно вот чесночок ну такое себе ну как бы ну ладно а яичко самое крутое яичко вот короче вот как-то так если кто-то что-то писал вот не да кто то что реально написал алкогольную тему поднял о классике вернулся обсирать тупых пёст ясно вот короче как-то так пишите жмите делать комментарии вот заходите на сайт 35 эвортс вот голосуйте выкладывайте свои фотографии вот только выкладывать хорошие фотографии а тут какая-то такая галиматья выложено что ну это просто кошмар какой-то ну и занимайтесь этим замечательным делом фотография вещь сложная хорошая изучать его можно долго вот долго и активно вот прям даже не знаю например мне бы хотелось купить настоящую среднеформатную камеру приделать к ней свой средний формат вот и таки получить возможность отклонять объектив относительно матрицы чтобы это все таки не было не напрямую а можно было одно относительно другого все таки как бы гнуть хотя можно и макромех купить вот но макромех я даже даже макромех найти не могу вот и его и вообще это на мой взгляд интересное сложное замечательное хобби им сложно заниматься о репортажная репортажка ну ну давайте нажмем на репортажку вот вот рыбачей родился сын из задницы вот репортажка короче фотография вот это все матча если вдруг тут не знает это матча представляете какая тут ванище придется лайк поставить потому что края красят в мочевине мочевина отлично сцепляет краску вот но это же репортажка где репортажка да ай жопа горит от этого конкурса вот заходите заливайте нормальные фотографии но в самом деле конечно я не сомневаюсь что победит сильнейший что это такое блять это 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 что это вот конечно я не сомневаюсь что победит сильнейший и кстати говоря также я не сомневаюсь что и я даже займу какое-нибудь место со своими фотографиями потому что на фоне всякого говна выглядят они отлично прям замечательно конечно на фоне действительно хороших фотографий Тут можно и поспорить, насколько хорошо они выглядят Вот Но в целом выглядят достойно Я не могу сказать, что я займу хоть какое-то Хотя бы призовое место Или даже попаду в десятку хорошести Было бы неплохо, например Если бы хотя бы хоть одна из моих фотографий Попала в каталог Например 35 еврца Но судя по тому, сколько тут страниц Не знаю, на самом деле В этом каталоге столько страниц Потому что, судя по всему, в этот каталог Блять, попадут вообще все фотографии Которые были в конкурсе Вот, но если мои фотографии попадут Хотя бы в этот каталог Вот тут я скажу Я даже буду доволен И, ну, это хорошо Но реально тут столько страниц, что это капец какой-то И я не думаю, что у меня будет гореть жопа Если какой-то профессионал Который занимается действительно стрит-фотографией Или занимается Не знаю, на профессиональной основе А такие тут явно будут Что если он победит Да, он победит, потому что он победит Но и я участвовал И тоже приятно Это просто я удивляюсь реакцией Вот на вот этот конкурс Ну, почему тут такие условия конкурса Надо было подробнее делать Там ниже фотография от фотографии А работа фотошоп Это фотошоп Да что это такое, блин? То есть победит самый сильнейший Вот Опять я уже забыл, к чему я вел Но тем не менее Короче, заходите Занимайтесь фотографией Заливайте хорошие фотки И всякое-всякое такое Вот, пойду я в магаз куплю себе Что-нибудь Елдак Буду его фотографировать Тут как раз пара Интимситии есть А вот, кстати, например Распечатанная фотография Кстати говоря, распечатанные фотографии Выглядят Когда их прям в руках держишь Так прикольно И даже когда ты фотографируешь какую-то чушь, то это выглядит даже прям, прям вау, клёво. Особенно вот эта вот серия, прям она распечатанная, выглядит просто бомбически. Прям вообще капец. Она в 10 раз лучше выглядит, чем сфотографированная по-нормальному. Даже фотография, распечатанная фотография, выглядит просто чума. Так, а где-то тут же есть эта фотография в нормальном виде. Блин, или нету? Так, подождите-ка. Ну ладно, мне настолько понравилась распечатанная фотография, что я даже не удосужился RAW залить. Или для сравнения JPEG-картинку. Вот. Вот. Блин, наверное, если я залью вот какую-нибудь кору, то это даже сойдет за концептуальную фотографию, на самом деле. Или всякие травинки. Блин, реально, посмотрел на фотографию с этого конкурса, аж вкус испортился. То есть там, ну, столько всякой чуши, ну, реально. Что ж, какими-то новыми глазами смотришь на свою фотографию, и прям чувствуешь себя просто гением каким-то фотографиям. Это, кстати, не очень хорошо. Вот, ну все, я пошел, короче. Жмите лайки.